Ну вот, появились полицейские, и сейчас надо ожидать появление волков. Нет, нет, в погоде. Добрый. Здравия. Припасите, вам камеру, туфильмуем. Пришлось уже многим людям подать левую руку, в правой руке камера, в которой я это снимаю. Вот полицейские маневры. Люди ждут уже примерно полтора часа, что тоже для Словакии необычно. Вот еще одно замечание от обилия мотоциклов, скорее всего, связано с тем, что здесь, в Братиславе, будет формироваться какая-то колонна, что кто-то приехал с Балканов. Они будут здесь объединяться, дальше двигаться на Вену. Потому что мотоциклов довольно много. Мотоциклы такие, что выглядят некоторые, как самолет. Человек с портретом Путина на знамени передвинился. Написано, но с другой стороны, но удается прочитать. На знамени написано только вперед, Россия. И такой красивый, молодой Владимир Владимирович. Там уже какие-то... Все. Сейчас они едут, сейчас у фотографов будет сложная ситуация. А нам с камерой проще. Да, друзья, торжественный момент со стороны города Острава и Барной, из Чехии, в центр Братиславы, на Славинский хоум, где захоронены свыше 7 тысяч воинов-освободителей. Братиславы, воинов Красной Армии, почтите их память. Судя по звукам, приближается колонна ночных волков. Самые нетерпеливые побежали вперед, чтобы увидеть гостей первыми. Но мы с камерой заняли стратегическую позицию сверху. Здесь же сгруппировались за своей спиной. Наши читатели Должен опять похвалить славаков. Они понимают, что я работаю, они здороваются. Я с ними левой рукой здороваюсь. И они просто дают мне работать. Им очень хочется поговорить. Вот. Вот это... Это трактор такой быстрый. Вот идет, значит, ой, какой мальчик. Победе 70 лет на знамени. И казак. Все, их идут там вперед встречать. Субтитры делал DimaTorzok